Рядом украинских СМИ прошла такая информация, что типа Моторола погиб, а вы ранены. Что вы можете прокомментировать насчет этого? Целый, живой. Ну это ложь. Мы с Моторолом можем передать привет, кто про нас просил такой слух. Пламенный привет. Мы живы и здоровы. Мы с них еще много ковушки попьем. Живой и здоровы перед вами. Целый, невредимый. Все мои люди живы и здоровы. Мы созвонились сразу, как только украинские СМИ сначала стали сообщать, что командир подразделения Сомали, Минобороны ДНР, серьезно ранен, а чуть позже, что и вовсе убит. В брошенную Киевым информацию о том, что артиллерия ВСУ попала в штаб ополченцев и было тяжело ранено не менее 15 человек, Гиви опровергает с улыбкой. В очередной раз украинская сторона открыла огонь 152-й артиллерии. Здесь работали с двух направлений, Савдеевки и Карьера Водина. Били по населенному пункту Веселого, находящемуся в аэропорту, попали в дом, в доме оказались и газовые баллоны, и произошел СМИ взрыв. А их там две лежит, заря перевернута. Что там происходит? Все, все, хорошо. Все, Тимурчик, все, не шевелись. Все, тихо, тихо, тихо. Потом, потом. Все, тихо. Да, ранение я получил, действительно, на промзоне, когда мы отбивали наши позиции обратно, когда ребята с 11-го полка, к сожалению, зашли, но героически зашли, могу сказать, что это ребята бились до конца. Мы пришли на помощь совместно с 11-й полком и со спартией произвели операцию, вернули наши позиции обратно. Могу сказать честно, вернули 99 процентов. Один процент, ну, после нецелесообразно было дальше штурмовать. Мы остановили штурм, вернули свои позиции, остановились, согласно минским соглашениям. Мы не перешли границы наши, как они согласовали у Минска, оставили на своих позициях. Ну, в данный момент, вы сами прекрасно слышите, какая была сразу ответка. За эти три тяжелых дня боев, которые прошли, я потерял четыре бойцов, лучших бойцов, что я могу сказать честно. Несколько ребят получили тяжелые ранения, но все живые, слава богу. Скоро вызовы, я стану собераться в туры. Я получил ранения, ну, насчет, как там пишут у Каинских СМИ, что я сам себе ногу выстрелил, но могу разочаровать. Министр обороны, Александр Владимирович Захарченко присутствовали в приедах, когда я получил ранения. Ничего такого я не делал, и могу еще удивить их. Я на следующий день уже был на передовой. Утром уже дальше командовал своим атальоном. И снова о главной теме выпуска. В результате теракта погиб командир батальона ополчения Сомали Михаил Толстых, больше известный под позывным ГИВИ. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны ДНР. И вновь на прямой связи наш корреспондент Артем Кол. Артем, ждем от вас подробностей. Андрей, здравствуйте. Ситуация сейчас такова, что действительно сообщается о том, что герой Донбасса полковник Михаил Толстых с позывным ГИВИ в итоге в результате террористического акта погиб. Все произошло, как сейчас выясняется, на военной базе, где располагается батальон Сомалия. Продолжение следует...